дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале и в сегодняшнем видео я покажу процесс того как я пошила декоративную наволочку для подушки размер я взяла от старой наволочки это был квадрат 40 на 40 сантиметров в готовом виде и у меня как раз оставался отрез ткани я шила из него скатерть и как раз таки осталось на две подушки на ткани имеется кромка и ее я срезаю ножницами я сгибаю ткань вдвое и измеряю сантиметром чтобы получился ровный квадрат у меня получился квадрат примерно 40 на 40 сантиметров и плюс один полтора сантиметра на шов получается две наволочки и у меня еще останется небольшой кусочек ткани который я буду использовать и возможно пущу его на подкладку для кошелька или небольшой сумочки я решила сделать наволочки на замок у меня потайной замок и я сейчас покажу как буду его вшивать на срезе который находится напротив сгиба я прокладываю строчку это будет временная строчка просто чтобы когда я буду прикладывать туда замок ткань не перекосила и замок у меня хорошо застегивался я примет его и закладываю эти срезы и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь прикладываю замочек Посмотрите, как я это делаю И за свободный срез приметываю замочек к ткани С обеих сторон Вот что должно получиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь временную строчку я убираю И получается, что замок у меня приметан Теперь мне нужно будет проложить строчку на машинке Субтитры создавал DimaTorzok Строчку я буду прокладывать при помощи специальной лапки для потайного замочка Вот в желобок этого замка я показываю Строчку нужно проложить очень близко в этот желобок Чтобы потайная застежка пришилась именно правильно И с лицевой стороны ее практически не было видно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замочек я вшила И теперь прошиваю Открытые срезы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На оверлоке обрабатываю края Еще я допустила такую ошибку, о которой я вам скажу Тот срез, где прикрепляется сам замок Нужно было обметать заранее Потому что сама шайбочка вот этого замка Мне потом очень сильно мешала И вторую наволочку я уже сначала обработала края А потом уже пришивала замок Ну а боковые срезы Там ничего нам не мешает Я просто прострочила на оверлоке И даже не стала прокладывать строчку на обычной машинке Хвостики от оверлока я завязала, чтобы они не распускались И обрезала не сильно близко к краю Все, наволочка у меня готова И теперь я очень рада ее примерить У меня дома был замочек потайной всего лишь на 15 см И я так спешила и так хотелось мне сшить эту наволочку И решила в общем не заморачиваться И сшить ее вот с таким размером замочком Естественно, нужно брать замок намного больше Лучше взять 40 см Пусть даже будет с запасом Ну а в свои 15 см подушечка моя, конечно, влезла со скрипом Мягко говоря Но ничего, вторую подушку я сшила уже И там наволочка гораздо лучше открывается Ну а в целом, такие наволочки я давно хотела сшить Этот отрез ткани у меня лежал и дожидался своей очереди Это такие весенние-летние подушечки получились И будут украшать мою кресло-качалку Или диван Или, возможно, останутся на моем рабочем месте На моем стуле Возможно, вы тоже вдохновитесь на пошив наволочек Застежку можно сделать любую Также и просто сделать на завязках, если нет замочка Или пришить пуговицы Тут вариантов много И такие наволочки очень красиво освежают пространство И вносят что-то новенькое Благодарю вас за просмотр С вами была Олетта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok